Да, никто не собирается преуменьшать подвиги Вагнаров, но никто и не собирается забывать марши на Москву. Это был удар в спину. Поэтому я подумал, ну замочить можем. Я и Путин сказал, замочить можем. Это не проблема, не с первого раза, так со второго. И гибель 15 пилотов. Этого никто не забудет. И это тоже надо помнить. Но мы не банда. Мы не мафия. Мы не мстим, как в книгах Марио Пьюза о крестном отце. Да, мы делаем это. Но кто начал? Мы государство, и мы правовое государство. Они идут лесом. Эти юридические нормы. И возглавляет нашу страну юрист по образованию. И в сортере их замочил в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Человек, который доказал за многие годы государственного служения, что все, что он делает, в первую очередь посвящено интересам нашей державы. Ожидаемый ли для вас сценарий то, что произошло сегодня, спустя два месяца после того, как Евгений Пригожин объявил свой марш на Москву? Полностью исключать того, что что-то подобное произойдет в ситуации, когда двоим врагом являются одновременно и украинцы, и Путин. Ну, приходилось предполагать, что что-то такое может случиться. То есть, как надо умудриться прожить жизнь, чтобы люди, которые искренне себя ненавидят, ненавидят друг друга, чтобы тебя тоже ненавидели с двух сторон. Представьте себе, кто-то, вызывающий одновременно ненависть и у Сталина, и у Гитлера в разгар Второй мировой войны. Трудно себе такое вообразить, но, тем не менее, Пригожин сумел. Поэтому нельзя было исключать, что что-то подобное случится, конечно. Издание агентства сообщило, что Пригожин только сегодня прибыл из Африки в Москву, и в Москве сразу же пересел на свой бизнес-джет. С ним на борту находился боец с позывным «Ровер», который занимался организациями поездок Евгения Пригожина. На ваш взгляд, что могло привести главу частной военной компании «Вагнер» в Россию? Некоторые аналитики предполагают, что, возможно, сам Владимир Путин позвал Пригожина на Валдай обсудить судьбы Африки. И якобы Пригожин именно поэтому вернулся на территорию страны. Ну, Пригожин же не то, чтобы до этого в России не появлялся. Информации о том, что он прилетает в Москву, в Ростов, в Питер было достаточно. А из Питера он даже публиковал селфи с африканцами. Он там появился в разгар саммита «Россия-Африка». Поэтому делать какой-то далеко идущий вывод из того, что он прилетел сейчас в Россию, я бы не стал. Но, конечно же, обращает на себя внимание то, что Пригожин летал частным бортом над Россией. Вот это действительно любопытно, потому что отравить тебя непросто, если у тебя хорошая собственная служба безопасности. А сбить тот самолет частным бортом всегда можно. И поэтому почему он так рисковал? Вот вопрос. Я думаю, что он излишне рационализировал Путина. Он, наверное... Ну, то есть очевидно, что на Пригожина заведено очень много активов, очень много операций, которые имеет, с его точки зрения, с его точки зрения, с точки зрения Пригожина имели такое серьезное значение, настолько важными были для Путина. Я имею в виду и Африку, и африканские бизнес-активы, и африканские операции Вагнера. И Вагнер в целом, как структура, и Вагнер в Белоруссии, так сказать. И контракты Пригожина в России, которые, как Путин сказал, составляли миллиарды. А российские пропагандисты типа Дмитрия Киселева озвучивали, на самом деле, даже триллионы. Ну, то есть по совокупности Пригожин, видимо, чуть-чуть переоценил рациональность Путина. То есть он как бизнесмен смотрел на ситуацию. Я слишком дорого стою, чтобы Путин от меня мог позволить себе избавиться. Нет, будет договариваться. А Путин, ну, во-первых, личная ненависть, потому что Пригожин же своим пунктом буквально унизил Путина. Он его прям лицом по столу возил на глазах у всего мира, демонстрируя слабость Путина и его неспособность справиться с внутриполитическими кризисами. И поэтому личная ненависть есть. Во-вторых, есть еще вот очень важная составляющая, которую, видимо, Пригожин тоже недооценил. Для Путина крайне важно было послать сигнал российским элитам, которые начинали посматривать уже, значит, с удивлением на все происходящее. Ого! Оказывается, можно вот как делать-то. Ну, Пригожин выступил, создал Путину кучу проблем. А теперь в шоколаде. Уголовное дело закрыто. Все, что изъято в ходе обысков, все это вернули. Ну, у него проекты, новые контракты, государство и государственные структуры продолжали заключаться в конкордных контрактах. То он в Африке, то в Белоруссии работает, бизнес делает. Ну, все нормально. То есть, оказывается, Путин уже настолько ослабился, что можно себе позволить чувствовать себя уверенно, даже бросив такой вызов Путину, унизив Путина публично. Ну, после этого, знаете, такое прям буквально письменное приглашение, значит, типа, ребята, давайте действуйте самостоятельно, плевать, начинайте плевать на меня. Да, это как бы вот отсутствие реакции на Пригожинском мятежном, отсутствие наказания Пригожина воспринималось элитами именно вот так. Теперь все, вопрос закрыт. Теперь все элиты чувствуют, что, э, нет, жив еще курилка, рано его списывать со счетов. Еще, значит, мает, спецслужбы контролируют, а проблемы решают. Вот, совершенно очевидно, что вот благодаря вот этому всему в глазах эстеблишмента, в глазах элит Путин свои позиции укрепил. А теперь они все, так сказать, голову в плечи втянули, да, и испуганно взираются по сторонам. Не заподозрил ли Путин их тоже в нелояльности? Вот, на какое-то время, это не навсегда, навсегда такие вещи никогда не происходят, но на какое-то время Путин себе, так сказать, купил лояльность элит в значительной степени. Значит, но он проиграл в общественном мнении в целом. Надо понимать, что вот в отличие от элит, которые судят чисто по результату, не важно, как ты добился результат, результат есть, все нормально. А вот для широких электоральных масс, для них эстетическая составляющая важна, для них сам процесс важен, вот, слишком, может, некрасиво это, понимаете. Ну, то есть, Пригожин действовал, как рыцарь, там, в чистом поле, да, бросил вызов, так сказать, перчатку послал. Да, Путин там, как тать в ночи, значит, дождался, пока Пригожин расслабился, подкрался, да, из-под тишка нанес удар. Ну, не очень красиво, понимаете, не красят такие вещи правителя. Да, вот, ну, не как Святослав, не то, чтобы, знаете, иду на вы. Вот, но, значит, есть еще тут вторая составляющая с точки зрения общественного восприятия. Пригожин же не был врагом, так сказать, отечества, он был русским патриотом, он брал бахмут, он делом доказал свой патриотизм. Это, там, в Москве-то полно, там, людей, которые языками чешут, как Медведева, там, в Твиттере пишут, а вот ты пойди и бахмут возьми, когда вся остальная армия застряла и не в состоянии сдвинуться с места, а ты бахмут берешь, но ты делом доказываешь свой патриотизм, да, и получается, вот Путин, устранив Пригожина, он чего? Он ведь, получается, что не за Родину, так сказать, да, не за Россию, а за саму себя. То есть он устраняет патриота просто потому, что патриот посмел действовать так, как сам считает нужным, а не подчиняясь начальству, понимаете? Ну, это как, не знаю, Фурманов застрелил Чапаева во время гражданской войны, примерно вот это так бы выглядело. Вот, и не это самое, не красят такие вещи правителя, вот, поэтому с точки зрения вот широкого общественного мнения Путин скорее проиграл. С точки зрения истеблишмента, позиции в элитах он выиграл. Вот такие двоякие последствия в этой истории. А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно прощать? Предательство. Субтитры подогнал «Симон»